Книги открытым оком, 27 том, вопрос 3941. Когда и кто впервые стал переводить Библию на иные языки? Как сегодня обстоит дело с переводами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Полных данных не имею, но кое-что появляется в интернете, что я беру на веру. Кавычки открыты. Переводы Библии. Все знают, что перевод всегда хуже оригинала. Особенности родного языка не только понимаются, а и ощущаются нами, рождая мнение вроде того, что Пушкин непереводим, и его поэзия умирает на других языках. Все в кавычках. Я способен прослезиться от слышанной много раз украинской песни в мультфильме «Волк и пес». Потому что эта песня напоминает мне многое из того, что даже себе не объясняешь, а чуешь сердцем. Естественно, Библия тоже вобрала в себя особенности психологии, быта, мировоззрения, своих писателей, живших в определенную эпоху, в определенной географической полосе. Поэтому нам для понимания Писания хорошо бы знать не только библейский язык, но и культуру того времени. Почему же Бог допустил возникновение языкового барьера на пути его слова к человеку? Во-первых, этот барьер возник как возмездие семитам, предкам евреев, строившим Вавилонскую башню с целью бросить вызов Богу. Во-вторых, две части Библии, Ветки и Новый Завет, писались на языках народов, которым были адресованы в первую очередь, евреев и греков соответственно. Веткий Завет написан для избранного народа, который должен был сохранить правду о Боге и стать колыбелью для земного служения Господа и Спасителя мира Иисуса Христа. Хотя Новый Завет также писали евреи, предназначался он уже для всех народов, потому и был написан на разговорном греческом языке тогдашней цивилизации. Первый перевод Библии также был осуществлен на гречески евреями для потребности диаспоры евреев и мигрантов, проживавших в Египте. Это произошло во II-III веке до Рождества Христова. Я встречал дату 277 год. В Александрии, столице Египта, 72 богослова из Иерусалима перевели весь Ветхий Завет всего за 72 дня. Он получил название Септуагинта или перевод 70 толковников. Важно добавить, что в нем впервые возникли неканонические книги Ветхого Завета, которые были написаны по-гречески и в межзаветный период, когда еврейский канон Ветхого Завета был уже утвержден. Это одно из доказательств того, что эти книги не принадлежат авторам, обозначенным в заголовках, а написанным другими людьми значительно позднее. Очередность перевода на тот или иной язык дегтовались в основном направленностью миссионерской работы христианской церкви. Уже первому поколению миссионеров, 12 апостолам, Иисус указал план действий – идти из Иерусалима по всей Иудее и потом в Израиль, а затем в оставшиеся страны мира. Поэтому с прихода миссионеров в те или иные страны возникала нужда в Священном Писании, на родном языке, жителей этих мест. В конце 4 века христиане христианской эры руководству римской империи стали очевидным недостатки старолатинских переводов. Около 382 года римский папа Дамас попросил крупнейшего библииста того времени, Сафроня Евсевия Иеронима, известного сегодня как Блаженный Иероним, сделать новый перевод Библии на латинский язык. Ученый обобщил и проверил по доступным ему греческим спискам работу предыдущих переводчиков. Этот перевод получил название «Вульгата», то есть «Народная общедоступная Библия». Однако после средневековых преследований католиками читателей Слова Божие хорошее название превратилось в издевку вроде слова «Фольксваген», которое хоть и переводится как «Народный автомобиль», однако сама машина недоступна большинству представителей нашего народа по понятным причинам. После выхода в средние века Нового Завета в греческом оригинале появилась возможность сравнивать с ним существующие переводы. В 1590 году «Вульгата» была издана с папской булой, которая грозила отлучением от церкви того, кто посмеет нарушить наказ о том, что в последующих изданиях не будут печататься разночтения и само издание не будет изменяться. Через два года следующий папа изъял из обращения все копии этого издания, какие смог найти, и выпустил новое издание, которое отличалось от предыдущего в 4900 местах. Это издание до сегодняшнего дня остается официальной латинской Библией Рима Католической Церкви. Старый славянский перевод был осуществлен братьями Константином, принятым перед самой смертью монашным Кириллом и Мефодием в IX веке. Оба – выходцы из греческого города Фессалоники, занимали в нем видные должности. Позже задумали создать перевод писания для славян, заселявших балканских полуостров. На основе греческого языка и алфавита, нескольких ближневосточных языков, Константин создал алфавит для старославянского языка, который называется Кириллицей. Они перевели на старо-болгарские избранные места из Евангелия и апостольских посланий и отправились в миссионерские путешествия. Поселились в Моравии, открывали церковные школы, проповедовали в Болгарии и Чехии. В возрасте 42 лет Константин умер. Последние годы жизнями Мефодием посвятил переводы священного писания. Опять же отметим, что неканонические книги появились в составе славянской Библии только в 1581 году. Как и в католической Европе, в славянских странах интерес духовенца к Слову Божьему, распространение образования для его изучения, практическое благочестие и миссионерская активность быстро сменилась своей противоположностью. Раскол церкви в 1059 году на католическую и православную, разрушение турками Константинополя в 1453 году, боязнь ересей, застой в церковной администрации вызвали замыкание славянского православия в самом себе. В московском княжестве этот процесс ускорило монгольское нашествие 1236 года во главе с ханом Батыем, которое было бечом Божиим за грехи тогдашней церкви, как набег гунов для западноевропейских христиан. В пожарах люди спасали в первую очередь не Библии, а богослужебные книги. Школы лишились государственной поддержки и почти все были закрыты, чему способствовала и сверпствующая семья с перерывами лет эпидемия чумы. Даже духовенство было вопиюще безграмотным. Вместо Библии получили распространение труды отцов церкви и пришествия из Болгарии апокрифические книги. В противоположность Московии в Галицком княжестве, вошедшем тогда в состав Великого княжества Литовского, в XVI веке произошла активизация церковной жизни. Во-первых, этот регион не так пострадал от зверства монголов. Во-вторых, с XIII века продолжились попытки Рима вернуть православие под свой контроль. Отказ иезуитам в миссионерской деятельности на московских землях вызвал второй шаг в попытке развернуть крестовый поход в этом направлении, закончивавшейся неудачей. Тогда хвосты вступили в вариант номер три. Рим как бы сменил гнев на милость и перенес акцент на галицкие земли. Здесь крупной победой католицизма было заключение в 1596 году Унии, то есть Союза православных и католиков. Галицкие и киевские унияды, хоть и придерживались православного обряда, но признавали верховенство Папы Римского. Возникшая в результате организации была названа Греко-католической церковью. Этот раскол в православии мощное и интеллектуальное давление иезуитской пропаганды, проявившейся в межцерковной полемике, борьба казачества против унии, до вступ киевского монашества и шляхта к европейскому образованности не разрушил средневековую киевскую культуру, но и вывел ее на высокий уровень. Например, в 16 веке попытки Ивана Федорова издать Библию в Москве едва не стали ему жизни. Преследуемый невеждами он бежал в Галицию, где в типографиях Вильна, Львова, Острога напечатал сначала отдельные библейские книги, а в 1581 году под патронатом князя Константина Острожского все писание в старославянском переводе, то есть Острожскую Библию. В Москве этот проект был поддержан государственной администрацией почти 200 лет спустя. Начал его Петр I, но только Елизавета Петровна III, после Петра Российский монарх, смогла в 1758 году поспешно издать Елизаветскую Библию, где прежний старославянский текст был сверен с греческими списками и напечатан в типографии Киево-Печорской Лавры. Это различие отразилось и на переводах Библии. Крупнейший реформатор киевского православия Петр Могила задумал сделать новое издание священного писания к 70-летию Острожской Библии, адаптировав текст к киевскому литературному языку. Проект был прерван смертью Могилы и началом Украинской-Польской войны. В Москве идея перевода Библии на язык московской литературы возникла у Петра I в XVIII веке. Единственным источником компетентных кадров стала Киево-Могилянская академия, профессора которой заняли высшие посты в церковной иерархии России. Однако даже их усилия не смогли компенсировать отсутствие технической, образовательной и богословской инфраструктуры, необходимой для этого сложного дела. Русский перевод Библии возник в середине XIX века стараниями ректора Санкт-Петербургской духовной академии, а позже московского митрополита Филарета. Процесс перевода длился 19 лет и был закончен в 1875 году. Его осуществляло духовенство сотрудники трех богословских академий империи. Этот перевод называется Синодальным, потому что он осуществлялся под управлением Священного Синода Высшего Административного Органа Русской Православной Церкви. Признан всеми христианскими церквями славянского мира как официальный перевод Библии на русский язык для богослужебных и богословских целей. Его ценность в огромной работе, проделанной православными учеными, в учете достижений богословской науки того времени и использовании понятного литературного языка. Большинство из нас читает Библию именно в этом переводе. Несколько десятилетий спустя, несмотря на нелегальный статус украинского языка и культуры в Российской империи того времени, появился первый украинский перевод Библии. В середине XIX века в Киеве было организовано тайное Кирилло-Мефодиевское братство, ставившее целью развития национальной культуры. Под воздействием политических идей Тараса Шевченко был задуман проект создания в Украине демократической республики на евангельских принципах и традициях украинского казачества. Братство было раскрыто, его члены осуждены, Шевченко сослан. Чудом избежав ареста, известный писатель Пантелемон Кулиш уехал в Варшаву. После смерти Шевченко в 1861 году он начал перевод писания на украинский язык. Специально для этого дела специально изучил оригинальные языки Библии. С 1869 года к работе подключился молодой галичанин, греко-католик, мундеркинд Иван Пулей. Пулюй. За четыре года был переведен Новый Завет и ряд книг Ветхого Завета, однако окончательная редакция все откладывалась до 1885 года, пока в пожаре родного хутора Кулиша не погибла единственная рукопись перевода Ветхозаветных книг. Все пришлось начинать сначала. Кулиш посвятил этому делу 12 последних лет жизни. Незаконченный им перевод семи оставшихся книг Ветхого Завета и полное издание Слова Божия осуществили в 1903 году Иван Пулюй и также хорошо известный им по школной программе украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий. По словам адвентистского пастора Михаила Микитюка, он, Микитюк, узнал о живом Боге именно по кулишевскому переводу Библии. В начале 20 века попытки украинского народа обрести государственность, развитие национального языка и культуры, бурное развитие мировой библиистики инициировали попытки нового украинского перевода священного писания. Православный священник, ученый, богослов, политик, общественный деятель Иван Огиенко за 10 лет с 1930 по 1940 в одиночку перевол Библию на современный украинский язык. Военное лихолетие, разорванное с Европой на политические лагеря, позволили издать рукопись только в 1958 году. Это самый известный и распространенный украинский перевод. Богословами разных конфессий он призван одним из самых точных библейских переводов в мире. Кроме этого, он мне нравится ярким и эмоциональным стилем. Третий украинский перевод Библии появился в 1963 году в Риме. Был выполнен грето-католическим священником Иваном Хоменко. Отметим, что только в этом издании, в украинском переводе, появились неканонические книги Ветхого Завета. В послеперестроечное время получил распространение русский современный перевод священного писания. Чтобы его охарактеризовать, надо отметить, что переводы Библии подразделяются на буквальные, дословные, и динамические, то есть те, что заменяют оригинальный текст пересказом. Они выполнены для облегчения чтения Библии, но не годятся для богословской и миссионерской работы. Современный перевод, его часто можно узнать по характерному кирпичному цвету обложки, относится к числу динамических, а не к буквальным переводам. На сегодняшний момент Слово Божие полностью или отдельно книгами передвинуло приблизительно на 2300 языков и диоректов. Всего земляне разговаривают на 6809 языках. Сегодня осуществляется перевод на 1966 языков. Запланирован перевод Библии или ее частей на 1410 языков, на которых говорит около 233 миллионов человек. Еще нет перевода на 2737 языка, на которых разговаривает около 147 миллионов человек. Это страны Центральной Африки, Азиатские государства, народы Индии и Океании. Деяния, 2 глава, 4 стих. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния, 19 глава, 6 стих. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Стихотворение. Сети разумные, добрые, вечные сети. Спасибо вам скажет сердечный русский народ. 1877 год. Некрасов.